Привет всем, с вами Алексей. И это первая часть нового сериала. О господи, как же его лучше назвать-то. Ну, наверное, Средиземье. То есть по мотивам Властелина колец. Так, значит, мы здесь уже обживаемся. Вы помните, что я пришел в нулевой серии на это место. Вот тут у нас уже дома все относительно так... Ну, там, большую я площадь тут собираюсь занять. Ну, не сильно большую, по меркам Майнкрафта. Вот, значит, ну, с чего начнем? Давайте посмотрим, что у меня там... Как у меня организована шахта. Как всегда, в таком простеньком стиле. Вот, лифт вниз, лифт на стиле тяжести основан. Ой, да уж, прыгнули в лифт, называется. Так, ну, еще раз, смотрите. Видите, это должно срабатывать правильно вот так. Просто не нужно в полете ничего... Не нужно в полете дергаться. Пристегнуть ремни, как говорится. Так, а в пещере у меня, получается, роль амортизатора играет вот это озеро подземное. То есть я рыл-рыл, и в результате оказалось, что внизу, ну, так, достаточно такое, немаленькое озерцо. Ну, мы его обошли, значит, куда мне тут идти? Вот сюда, по-моему. Ой. Сейчас, вот, вот так. Значит, добываю я ресурсы со страшной силой. Вот. По той же технологии, как я и на Индастриале это делал. Вот. Коридор большой. Здесь у нас в основном везде лава, это я уже проверял. Вот. А вот здесь можно рыть. Видите, вот коридоры идут тоже. Вот. Алмазы попадаются весьма редко. Весьма редко. Это у нас какой уровень? Одиннадцатый. Ну, редко. На Индастриале их больше, намного было. Вот. Но нашел я уже штучки три там. Лежат у меня отдельно. Вот еще не знаю, на что их лучше пустить. Так. Стоп. А это у нас что такое? А этого не было. Я это не рыл. Так. Это случайно не калина тут прорылся ко мне? А, нет. Наверное, все-таки я. Чего бы он-то? Так. Ну, в общем, вот это у нас подземелье. Здесь мы роемся. Вот. Что касается вверху. Там я развиваю пшеничную ферму, естественно. Овец завел. Вот. С официальной вообще интересная история. Получилось. Я их там как бы раскидал по разным загонам. Потому что хочу сделать, чтобы они разноцветные были. Вот. И буквально денек не заходил в игру. Вот. И мой сосед, Калина, поухаживал за ними. Когда я пришел, там такой дикий ужас был. В плане овец. Ну, в смысле, их настолько было много. Ну, видимо, ему нечего было делать. И он их раскормил там. Вот. Сейчас посмотрим. Кстати, вот почему я, собственно, падаю. Смотрите. Видите, тут есть пещера. Такая немаленькая, кстати. Видите, с озером тоже. Вот. И когда летишь, если чуть-чуть сдвинулся, то можно вот об эти скалы. Не знаю даже, что тут сделать. Может, пошире. Пошире, смысл пошире делать. Надо здесь заложить просто туннель нормальный, чтобы не было вот этих вот острых частей, за которые можно зацепиться. Ну, ладно, это на самом деле не проблема. Было вот у меня опыта, правда, много. И сейчас теперь его нет. Так, ну ладно, посмотрим, что у меня тут. У нас, правда, ночь, но ничего страшного. Броня себе сделал железную. То есть, железо пару стаков нашел. Дня за два, так что пережариваю его уже. Так, вот у нас пшеничная ферма. Так, стоп, здесь. Ну да, все правильно. Значит, вот так выглядит дом пока что. Ой, чуть-то у меня он вперед-то бежит сам. Так, значит, вот у меня такой вот домик. Ну, в общем, как выяснилось, не обязательно тут под Хоббитов строить. Вот. Но это, скорее всего, будет не основная часть, а основная часть будет вот здесь. То есть, я здесь строю такой вот фундамент. И когда я получу подтверждение, что ничего не будет снесено уже никогда, вот здесь будет что-то такое великое и большое. Вот. Не знаю еще пока точно что. То ли замок, который будет очень высоко и далеко. То ли, ну, то ли какая-нибудь типа общаги какой-нибудь такой хоббитовской. Так, кто-то тут нарыл уже. Так, теперь овцы. Овцы, посмотрите, это вообще месиво овец. Ну, я не думаю, что там кто-то такого не видел, но, в общем, выглядит оно примерно вот так. Сейчас, секундочку. Вот, вот отсюда надо смотреть. Смотрите, они просто набиты как тараканы. У них даже, походу, травы под ними нету. Ну, то есть, да простите меня, Гринпис, ну, кто знал просто, кто знал, что будет их столько. Так, вот. Еще не до конца выздоровел, конечно. Но что делать, и мать-то надо. Так, еще у нас сегодня в планах сделать что? Ну, давайте к соседу сходим. Калина-то, сосед. Калина, игрок Калина. Он у меня тут недалеко живет. Сейчас пойдем посмотрим, покажу вам интересных коров. Раньше я таких не видел. Ну, в общем, стандартная эта корова вот такая же, да? Так, по ночам ходить, конечно, не очень хорошо, но у нас ночь заканчивается, так что скоро мы как раз окажемся. Так, стоп, это тут куча деревьев. Ой, сейчас я походу заблужусь тут. Да, точно. Лучше обойдем. Вот. И зомби здесь не сильно страшные, вроде как убиваются спокойно, но вот если они потихоньку нападают, нападают и не следить за здоровьем, в результате можно оказаться в неприятной ситуации. Уже пару раз такое было. Так, вот у нас тут, не знаю, насколько это закончено, но, видимо, в процессе в самом. Дом Калины. Ну, я не спрашивал у него разрешение, можно ли снимать, но вот уже пришел, так что делать. Так, в общем, смотрим. Да, Калина Нед. Была у него задумка, я так понял, вот этот круглый вход сделать, так же, как у Хоббитов. А, я не такси не досказал, то есть администрация сказала, не обязательно под Хоббитов вообще косить. Вот, то есть, это деревни будут строиться под них, а здесь главное соблюдать просто средневековый стиль такой. Ну, в общем, вот. А вот, кстати, и он. Сейчас мы с ним поздороваемся. Так, смотрим, что он тут делает. О, он сделал наковальню. И вот, смотрите, таблички вот эти. Таблички вот эти. Это новшества в 1.4.2. Надо в себя такие сделать. Так, а он тут, видите, в процессе строительства. Ну, ладно, не будем мешать ему. Так, а вот, что я хотел показать, если он еще это все не удалил. Был у него такой загончик тут с коровами. Вот, посмотрите. Корова, у которой на спине растут грибы. Вон они, видите? Блядь, на голове, наверное, везде грибы. Она сама такая красная. Насколько я понял, ее, по-моему, там кормили грибами. Поэтому она вот такая теперь. Не знаю, это надо еще тоже изучить. Так, вот на лодочке он плавает. Видимо, куда-то зачем-то. Так, хорошо. Так, что у меня с компьютером? Что-то для... У меня он сам идет. А, еще хотел показать прикол с этими... Вот с теми четырьмя факелами, которые там стояли. Не знаю, сейчас, если они еще остались. Вот, это когда я туда пришел, уже четыре факела стояло. Вот, и там целая эпопея была. Сейчас, секунду. Наверное, их убрали уже. Ага, вот. Вот тут вот была штука такая. Сейчас, этих факелов уже нет. Короче, кто-то взял факел один, поставил табличку. Спасибо, как раз одного не хватало. Потом я нашел вот здесь еще два факела тоже с табличкой. Подарок и стрелка вниз. Я-то сначала что-то подумал, ну, подарок, в смысле, еще два факела, что ли. Тоже вроде как смешно было. А как оказалось, вот здесь была зарыта овца внутри. Кстати, которая вот там где-то в стаде теперь у меня тусуется. Так что, кто оставил здесь подарочек мне, поверьте, ваш подарок не пропал. То есть, вот где-то он тут встой или бегает этот подарок. Возможно, он уже даже другого цвета. Так, ну что, отправляемся на спавн. Я специально там не был. Так, значит, прежде чем на спавн идти, надо бы подкушать сначала, потому что обратно-то далековато идти. Я тоже уже голодный. Так, вот этот грибной супчик, кстати. И, кстати, ничего так идет. Так, сейчас, где-то у меня их было даже много этих грибных супов. А, у меня пшеницы-то вообще много. А, поэтому мы сейчас хлеба на делаем. Вот, пшеничка растет. Собираю. Так, 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 так. Так, все, хлеб есть. Меч есть. Броня есть. Поехали на спавн. Так, а пока будем ехать. Ну, как ехать, лететь. Новость, особенно для тех, кто вообще не знает и при этом играет. Сейчас. Тоже, если мы будем внести РПГ. Ага. То есть, моды здесь будут добавляться и сюда же перенесут РПГ на этот же сервер, наверное. Интересно. Так, что я хотел-то? Так, специально я не летел на спавн, чтобы увидеть его своими глазами в первый раз. Вот, и удивляться по-настоящему, так скажем. Так, ну, точнее говоря, так, на этом острове должен быть спавн-город. Указатели потом сделаем расстояние. Фигеть какое. Так, спавн-точка. Короче, это еще не спавн, как вы понимаете. Это здесь просто люди появляются. Так, ну, что ж, поехали. А, что я хотел рассказать, что у нас тут будет вайп, вайп, это полный снос серверов. И очень пострадает, очень пострадает индустриал сервер. Там, где будут здания с полублоками, они просто не перенесутся, а их не будут переносить. Так, ну, что, смотрим. Вот я уже издалека вижу какую-то ненормальную красоту. В смысле, в смысле бешеную красоту. Это вообще круто. Ганте. Так, сейчас, только бы не тормозило. Ой, только бы не тормозило. А что ты хочешь, блин? С такими конструкциями, чтобы все... Ё-моё. Ё-моё, я даже, наверное, помолчу. Знаете, я, наверное, даже помолчу. Это реально достойно. Это реально достойно. Просто крутотень. Это просто крутотень. Так, а тут у нас уже строится, я так понял, дома. Но это что-то типа, наверное, не знаю. Это триумфальная арка только двойная, причем. Просто офигеть. Если туда еще можно зайти, ну, в смысле, как бы подняться наверх. Без полетов. Так, что-то вот это вот не понял, что это такое. Что это такое. Но это, видимо, какой-то еще в процессе строительства что-то идет. Видимо, обозначено, что здесь, наверное, здесь что-то еще будет. Так, ну, меня предупреждали, что он еще не доделал. То есть, ну, если вот это не доделал, то это вообще круто. То есть, когда доделается, наверное, будет еще круче. Ой-ой. Так, гляньте, замшел, вылежник, тут все как положено. Красота. Так. Ну, наверх тут, как бы не поднимешься, и, наверное, и не стоит. Надо смотреть снизу. Ну, давайте еще слева посмотрим. С другой стороны. Но я так предполагаю, что это будет то же самое. Это будет то же самое примерно. Так, ну, это просто офигеть. Ребята, вот от меня респект реальный. Вот. Я просто видел красивые здания. Ну, я видел, конечно, намного больше, намного, как бы, навороченнее. Но это реально достойно. То есть, откуда это срисовано, так. Это, ну, класс. Класс. Вот. Дадут мне, может быть, как-нибудь полетать во время съемок. Я, как бы, обличу его и покажу. Не, я его на картинках-то видел, но вживую. Вживую. Представляете, что мы называем вживую? Если ты просто подошел в Майнкрафте, это уже называется вживую. Так, нет, нет, супер. Супер, вообще супер. Так, ну, ладно. Хорошо. Вот домики. Домики. Что за домики? Давайте посмотрим их. Так, я так понял, что это будет типа деревни при спавне. Деревня при спавне, наверное, будет. Так, смотрим, смотрим. Ой, гляньте, какой элемент. Смотрите, какой элемент. Сточная труба. Ну, не сточная труба, а, наверное, под водосток. Или это просто в подвале такая решетка. Ну, вот, красивый элемент. Так, смотрим, позаглядываем в окна. Ну, гляньте, видите, все четко. Диванчики. Диванчики. Тут еще полублоки. А, это и ступенек, наверное, сделано. Полублоки еще здесь у нас нету полублоков, но скоро сказали будут. Так, домики, домики. Деревцы. Горшочки. Все четко. Так, справа тоже деревцы стоят. Разного размера, так, чтобы было натурально. Фонтаны. Так. О, что-то тут табличка какая-то написана. Что? А, это кнопка. Кнопка открывать дверь. Так, заходим. Это что-то типа столовой. Опачки. А вот это что у нас такое? Ножи. Это реально ножи. А они как вообще? Откуда? Так, а ну-ка, и что она делает? Ага. Кстати, в 1-4-2 нельзя нажимать АБЧМ. Так, я не... А зачем я вообще нажимаю? А вдруг тут что-то произойдет, когда я нажму? Вот я даю. Так, лестница наверх. Смотрим, 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 смотрим. Так, ну это вот второй этаж, а там еще походу третий есть. Сундук. Так, а нет. Не так заходить. Вот, наверное, вот так. Так, смотрим, смотрим, смотрим. А, ну, чердак. Чердак. Тут типа опора светящихся камней. Ой, да что ж такое, что я не могу спуститься. А, надо просто все время идти по кругу. Я понял. Просто идем по кругу. Это сидушка, чтобы снимать обувь, видите? А это у нас типа... Я так понял, что эти рычаги типа как декоративная часть. Так, здесь закрыто. Логично. Ну, что тут скажешь. Вот. Здание, которое висит. Ну, оно, видимо, в процессе постройки, видимо, внизу еще будет фундамент какой-то. Я так понимаю. Ну, ладно, нормуль. Нормуль. Так, опять же, мы почему-то ночью гуляем здесь. Так, а мы посмотрим сейчас по карте, что тут у нас еще. Так, вот это у нас спаун, понятно. Так, а вот там еще одна стена. Вот стену мы еще посмотрим. Так, стопа, вот это что-то там такое круглое. Что-то там такое круглое, видимо, то, что я не заметил. Сейчас, лапы, так, так. А, это вот какая-то площадка. По-моему, из шерсти сделана. И это у нас... Это у нас, я не знаю, что. Круг со столбиком. Так, а вот, пожалуйста, куб. Куб из чего? Это гладкий камень так выглядит, наверное. Ну, наверное. Так, ну что ж, круто. Круто, спавн, круто. Спавн, круто. Так, куда бы еще тут нам сходить? Так, ну, а сходить куда нам нужно? Нам нужно сходить... Вот к стене мне ведь отметка 160 блоков. Вот, но я, наверное, сейчас пока остановлю, когда дойду. А вот что-то там уже виднеется такое большое. Что-то такое большое виднеется. Но это на стене есть. Или может быть нет. Не знаю. Да, это стена. Стена с воротами. Это вот, собственно, в которой я выходил, когда мы начали свое путешествие. То есть, обычно вот сюда, вот они ворота, сюда обычные выходят. Ну, хорошо, пойдем. То есть, вот этот путь от спавна обычно делают первые игроки. Вот, и дальше уже идут в свое путешествие. Так, а здесь начинается зима. Вот, и я сейчас, наверное, пойду еще постараюсь зайти в таверну, с которой я тогда в нулевой серии ушел, посмотреть, как там развиваются дела. Ну, ладно, пока остановим, пока я буду искать таверну. Так, что-то виднеется тут на горизонте. Но это еще не таверна. Это мост через обрыв такой серьезный. Кстати, я еще тоже не показывал, поэтому, ну, есть смысл посмотреть. Вот такой мостик, он уже давно, кстати, здесь построен. Вот, и выглядит тоже весьма так солидно, смотрите. Куча лампочек. Вот он обрыв. Вот, то есть, представьте, если здесь было вот так вот мы спускались. То есть, вроде как нужный мост. Нужный мост. Ну, и, в общем-то, красиво сделанный стильно. Так. Сообщил я там в таверне, что я к вам иду. Не давай там подметать. Вот, а еще у них там есть какие-то соседи, тоже косолапый, кстати, с ними же живет. Вот, и они говорят, что у нас тут не убрано, не иди к нам. Поздно. У нас средневековье никаких законов. Вот. Так что, готовьтесь. Так, ну, это, по-моему, не таверна. Таверна, вот. А вот это у нас что такое стоит. Так, это что-то, это что-то, надоели заборчики пишет. Так, смотрим, кто. Смотрим, кто это. А, вот они дорогу делают, точно. Парус лоб, камеру. Давай. Все, она меня не убьет. Ага. А, она одевается так. Так, если у меня сейчас окажется меньше, ну, как я убегу. Подожди, на ней. Все, я пошел. Я так понял, что она готовится, у нее где-то там алмазный меч. Так, ты собралась. Убранник. Ладно, подойдем. Не думаю, что она прямо... Так, сейчас мы уберем. Яблочко дадим. Ну, как по законам гостеприимства. Джима, бери яблочко. Не позорь меня. Так, ладно, она думает, все. Не будем мешать. Так, значит, этот домик, ну, раз он там не освещен, и там люди летают, это админы наши, значит. Ну, или приближенные к ним. Так, что тут? А, телефон. Телефон у нее. У нее звонил телефон просто. Так, ну, ладно, говори. Ну, ладно, она что-то скажет, я услышу все равно. Так, хорошо, закрыто. Ну, ладно, это я так думаю, еще в процессе, поэтому... Не знаю, кто там летает. Ну, пошли. Пошли, наверное. Я пока не взяла. Смотри, как она быстро ходит. А что это она так быстро ходит? Здесь кванта не должно быть. Эх, ну, это верно. Отсюда я ушел. Так, смотрим. Ну, это у нас... Это у нас... Я так понял, кухня. Ну, не кухня, а, видимо, короче, вот здесь кричат, свободная коса. Я так понял. Так, это у нас здесь стол. Вот здесь у нас огонь. Что же они туда положили, интересно. Гляньте, как сверкает что-то. Я так понимаю, что адский камень подожгли. Ой, а вот это вообще круть. Смотрите. По бокам. Блин, как это делается, я не понимаю. Ножи висящие. Вот это вот. В комментах обязательно напишите, кто это придумал. Как оно делать. Вот это вот стандартный, кстати, горшок, который уже в 1-4-2 крафтится. Не очень помню как, но там как-то из глины, по-моему, что ли. Вот, это у нас здесь есть. Так, еще не закончено. Все это так. Так, смотрим наверх. Вот, а это у нас здесь, значит, личные... Вот, DreamFog здесь живет у нас. Ой, жбодя, наверное. Вы извините, если я неправильно читаю название. FuryCat, наверное. Так. А вот это, кстати, выделялось когда-то для меня. Когда-то я мог здесь поселиться и жить. И как бы я ушел раньше, чем об этом узнал. Ну, ладно. О, кстати, третий этаж. Третий этаж. Третий этаж. Вы тут со своими фантазиями. Что они там пишут такое? Ну, если нет, если нет. Не, не только материалами разжились. Ну, материалами разжились тоже хорошо. Так, Jamout здесь на третьем и Sega Nice. Неплохая компания, в то время собралась. Неплохая такая. Все круто, сейчас напишу. Все круто. Ревизор доводит. Так, ладно, пошли дальше. Так, где косолапа живет? Где косолапа? А, вот, наверное, здесь. Наверное, здесь. Да, только у них вот тут вот. Точно пока не входить, да? А, конюшня. Конюшня. Конюшня для коней жиш. Конюшня, что у нас для коней. Вот, поле. Вот, кстати, вот, вот, шахту Ярыл когда-то. Надо будет здесь поставить. Надо будет поставить здесь табличку. Мемориальную. Я шучу, конечно. Так, конюшня. Конюшня овцы. Логично. Когда нет коней и овцы кони. Знаете, на безрыбье и рак рыба. Так же здесь. Так, ну ладно, это я так понял, как бы не косолапа здесь живет. Я так понимаю. Так, надо узнать, где он живет. Надо узнать, где он живет. Наверное, по карте можно посмотреть. А, вон они, где живут. Точно. Точно, точно. Ну, не знаю, успею туда сходить. Вообще, не сказали, что у них еще там не готово. Так что, наверное, тогда в следующий раз к ним исходим. Правда, потом бежать от них далеко будет. Ладно, раз уж я здесь, пойду глянь. Так, сейчас опишу. Так, слабо я к вам. Раз уж я тут. Кирилл, как насчет помню, это заброневать. Так. Где-то, так, я правильно иду. Да, правильно, вот где-то они там живут. Так, и вот этот вот зимний пейзаж, не всем, как оказалось, нравится, но все равно в общем, люди привыкают. Наверное, будет, наверное, будет оставаться. А может и нет. Ну, шли тут споры, оставлять его или не оставлять. Так. Значит, что-то. Плесни, ломайте. Делаю эксперимент. Эксперимент заселения. А, это они хотят, это они хотят, чтобы здесь поселились жители. Это, наверное, это не то, куда я думал, я иду. Так, а вот это вот у нас, по-моему, голем называется, что ли. Ух ты, он крутится, ходит. Ой, ой, ладно, все. Так, ладно, все, это не то. Так, это, короче, я, наверное, не туда пришел. О, так, я тут в деревне. Это не то. Так, ладно, значит, это у них, я так понял, деревня. Так, еще раз по карте смотрим. Да, наверное, это у них... Так, надо посмотреть, вы в башне живете, что ли? Так, смотрим. Ну, я так думаю, что тут ближе мне ничего нет. Это экспериментальная деревня. Я понял, я же прочитал. Я прочитал, таблички вижу пока. Так, ну вот она, он, по-моему, сама побегает. Так, ничего откроет, мне не откроет. Надо постучать. Открывает, сава, медведь пришел. Точнее, вовсе медведь того, надо. Так, ну, что не хотят открывать. Ну, ладно, видео уже много снято, я так думаю, что на этом мы остановим. На этом мы остановим. Или я не нашел просто, где они реально живут. Или я не нашел. Так, ну, ладно, меня ждет путь домой. Не близкий через перевал вот тот. Вот, но это... Этот поход достойен властелина колец, так что... Так что я пойду. Вот, на этом сегодня все. Следующую серию, наверное, буду снимать не так часто, потому что у меня еще есть работа, которая начинает ревновать к этому моему увлечению. Вот, потому что работать-то тоже нужно. Вот, так же я же потом за интернет не смогу заплатить и вообще. Вот, ну и поэтому, наверное, хотя бы дня через три, так чтобы тут хоть что-то изменилось так посерьезнее, и чтобы было, было что снимать. Вот, ну и у меня там, наверное, что-то тоже изменится. Вот, на этом все. С вами был Алексей. Пока. Играйте в Minecraft.